Здравствуйте, меня зовут Артём, и сегодня мы поговорим о подключении систем призрак к цифровым, или как их ещё называют, дискретным кнопкам. При нажатии на цифровую кнопку производится коммутация положительного потенциала 12 вольт или масса автомобиля 0 вольт. Вследствие этого, такие кнопки получили устоявшееся название среди установщиков, положительная и отрицательная кнопка. Для подключения к таким кнопкам в системах призрак предназначены цифровые входы, или по-другому их называют дискретные. Они фиксируют нажатие кнопок по двум состояниям, 0 или 1, как в цифровой электронике, поэтому и называются цифровыми. Штатные цифровые кнопки есть практически в любом автомобиле. При необходимости также вы можете их доустановить. Обычно эти кнопки используются, если в автомобиле отсутствуют аналоговые кнопки и кнопки, видимые в шине КАН. Однако цифровые кнопки можно использовать и в сочетании с кнопками других типов. При таком подключении, например, часть пин-кодов будет вводиться с цифровых кнопок, часть с аналоговых, а часть с кнопок, видимых в шине КАН. В системах призрак для подключения к цифровым кнопкам используются те же самые входы, что и для подключения к аналоговым кнопкам. Это серо-черные и серо-желтые провода. С помощью этих входов можно подключить одну положительную и одну отрицательную кнопку. Аналоговые кнопки в такой ситуации использовать, естественно, не получится. В системах призрак 800 серии цифровые кнопки можно подключить также к любым программируемым входам. Для этого достаточно назначить на нужный вход функцию цифровая кнопка. Обратите внимание, сколько бы цифровых кнопок вы не подключили, каждая из них будет восприниматься системой как отдельная уникальная кнопка. Это позволяет задать пин-код любой сложности. Далее мы продемонстрируем процедуру поиска и подключения кнопок, а также назначим кнопку программирования. Это необходимо сделать в течение 15 минут после согласования системы с автомобилем. В противном случае придется сбрасывать блок к заводским установкам. С помощью мультиметра ищем подходящие кнопки в автомобиле. Это любые нормально разомкнутые нефиксируемые кнопки, подключенные к массе или к плюс 12 вольт. На данном автомобиле мы выбрали кнопку левого заднего стеклоподъемника и джойстик управления зеркалами вправо. Кстати, на многих автомобилях очень удобно использовать джойстик управления зеркалами. Почти всегда там есть две положительные кнопки и две отрицательные. Далее необходимо подключить входы призрака к этим кнопкам. Полярность входа и кнопки должна совпадать. Для того, чтобы использовать серо-желтые и серо-черные провода призрака для работы с цифровыми кнопками, необходимо изменить настройку системы, а именно зайти в меню конфигурации аппаратных функций и заменить настройку пункта тип внешних кнопок на цифровые. Обратите внимание, что выполнять эту настройку можно только с помощью встроенной кнопки. Также до этого нельзя вводить пин-код штатными кнопками, иначе придется сбрасывать блок заводским установкам. Включаем зажигание, вводим заводской пин-код с встроенной кнопкой, слышим трель и длинный звуковой сигнал, 10 раз нажимаем на встроенную кнопку. Должны прозвучать три коротких сигнала. Потом переходим к четвертому пункту, для этого нажимаем встроенную кнопку еще 4 раза. Потом нажимаем и удерживаем педаль тормоза, звучит один звуковой сигнал, который означает, что выбран первый пункт. Чтобы его изменить, нужно, не отпуская педаль тормоза, нажать встроенную кнопку еще раз. Теперь звучат два звуковых сигнала, означающие, что выбран второй пункт, цифровые кнопки. Чтобы сохранить настройку, нужно отпустить тормоз и выключить зажигание. Данная трель означает, что настройки сохранены. Чтобы использовать любые программируемые входы в системах призрак 800 серии, необходимо назначить на выбранный вход функцию цифровая кнопка. Эта функция может быть назначена на несколько входов одновременно. Эту настройку удобнее делать с помощью TechProc. Далее необходимо назначить кнопку программирования. Включаем зажигание. Теперь необходимо выбрать кнопку программирования из доступных к использованию. Для этого нужно ее нажать и удерживать до звукового сигнала не менее пяти секунд. Далее выключаем зажигание. Кнопка программирования назначена. Цифровые кнопки есть практически в любом автомобиле. Также они могут быть дополнительно установлены при необходимости. Цифровые кнопки могут использоваться совместно с кнопками в шине CAN и с аналоговыми кнопками. При подключении серо-желтого и серо-чертового проводов к цифровым кнопкам необходимо выставить настройку цифровые кнопки в меню аппаратных функций. Чтобы использовать другие программируемые входы для подключения цифровых кнопок, назначьте функцию цифровая кнопка на требуемый вход. В течение 15 минут после согласования необходимо назначить кнопку программирования. На этом все. Техподдержка для вас. Звоните!